Обхват головы новорожденного примерно 35-38 см. В данном случае вяжем шапочку меньшего размера, и поэтому обхват головы замеряем у куклы. У нас получилось 20 см. Обхват головы куклы равен 20 см. Для расчета петель вяжем образец на 10 петель плюс 2 крайние петли. В 4,5 см 10 петель, в 1 см х петель. Х равен 10 умножаем на 1 делим на 4,5. Получаем 2,2 петли. 2,2 умножаем на 20 см. Это обхват головы куклы. И получаем 44 петли. То есть нам надо набрать для шапочки 44 петли плюс 2 крайние петли. И добавляем еще одну петлю, чтобы резинка с двух сторон на шапочке начиналась и заканчивалась одинаковой петлей. Либо изнаночной, либо лицевой, по вашему усмотрению. Хотя это и не обязательно. Таким образом получаем 47 петель. Набираем на несколько спиц сразу 47 петель. Почему на несколько? Да чтобы край по набранным петлям не стягивал шапочку. Вяжем резинку 1,1. То есть 1 лицевая, 1 изнаночная и так далее. Высотой 2 см. Это для куклы. Для новорожденного 2,2,5 см. Дальше вяжем лицевой гладью. То есть лицевой ряд лицевые петли, изнаночный ряд изнаночной петли. Для куклы вяжем 4 см. Для новорожденного примерно 8 см лицевой гладью. Затем делим все петли на 3 равные части. То есть распределяем их на 3 спицы. У нас 47 петель. На 2 крайних спицах по 16 петель. На средней спице 15 петель. Вяжем только среднюю часть. Здесь все как при вывязывании пятки для носка. Петли первой и третьей частей убавляем во время вязания средней части. В конце каждого ряда провязываем по 2 петли вместе. Одну от средней части, другую от боковой. Таким образом мы начали вывязывать затылочные петли. Вяжем среднюю часть, начиная с изнаночной стороны. Последнюю петлю от средней спицы и первую петлю с третьей спицы провязываем вместе изнаночной петлей. Далее среднюю часть вяжем на лицевой стороне. Первую петлю снимаем в конце ряда. Также 2 петли вместе, но лицевой скрещенной петлей. И так далее, пока не останется справа половина петель от количества петель на правой спице. В нашем случае 8 петель. С этого момента добавляем убавки. Продолжаем вязать среднюю часть. Первую петлю снимаем, дальше 2 петли вместе лицевой скрещенной петлей. Как провязывать лицевую скрещенную петлю, оставляю ссылку в описании под видео. И в конце средней спицы 2 петли вместе лицевой петлей и 2 петли вместе скрещенной петлей. А именно, провязываем скрещенной лицевой петлей одну со средней спицы и одну с крайней спицы. Дополнительные убавки делаем через один лицевой ряд. Все убавления делаем до тех пор, пока не закончатся петли на крайних спицах. Здесь хотелось бы отметить, что при вязании петель на средней спице первую петлю снимаем, причем на изнаночной стороне снимая первую петлю, нить лучше держать перед полотном. В конце ряда на изнаночной стороне 2 петли вместе провязываем изнаночной петлей, а на лицевой стороне в конце ряда 2 петли вместе провязываем лицевой скрещенной петлей. Итак, у нас осталось 5 петель на средней спице. Теперь нам необходимо набрать все петли, которые были убавлены. Первоначально мы набрали 47 петель. У нас осталось 5 петель на спице. 47 петель минус 5 петель получаем 42 петли. Нам надо набрать заново. 42 петли делим пополам и получаем 21 петлю. По 21 петле надо набрать с двух сторон от средней спицы. При помощи крючка провязываем 21 петлю сначала с одной стороны от средней спицы. Их можно провязать лицевыми петлями. Затем начинаем вязать резинку 1-1, то есть одна лицевая, одна изнаночная и так далее. С другой стороны 21 петлю придется набрать при помощи дополнительной нитки. И продолжаем вязать резинку 1-1, примерно 1,5 см. Ширину резинки можно менять по вашему желанию. И, наконец, закрываем петли при помощи крючка. Ссылка в описании под видео, как закрыть петли. Остается спрятать все ниточки на изнаночной стороне шапочки. Пришиваем завязки к шапочке. Для этого можно крючком набрать косичку, либо пришить завязки из тесенки. А можно сделать петельку и пришить пуговичку. Наши завязки сделаны из косички крючком. При этом нить была сложена вдвое. Итак, шапочка готова. Продолжение следует...